Здесь остановиться и подумать, а где такое было еще? В Библии больше нигде не встречается. Поэтому разъяснение искать только подобное где-то, косвенное. Как он его скушал? Первое. Камни сделай хлебами. Избыток. Бросьте с крыла с крыши храма, чтоб чудо видели. А третье. Падше поклонись мне. Христос отвечает, отойди от меня, сатана, ибо написано. Вот весь ответ. На все искушения Господь отвечал трижды, написано. Что такое искушение? Испытание. Уже об этом говорили мы, что испытание, искушение бывает двух родов. От Бога и от нечистой силы. От Бога только два. Запомнить надо их. Это болезнь и гонение. А все остальное от лукавого. Человек искушается собственной похотью. Вот и посмотрим, когда у нас были искушения от Бога. И как с ними бороться? И стоит ли бороться, если они от Бога? Это болезнь. А вот тут все силы как раз и брошены. Жить, грешить и не болеть. Главный лозунг. А гонение? Гонение за то, что ты христианин. Что тебя не понимают. Вот если у мусульман обращается кто-то, раньше так было, сейчас не знаю, то они прилагают все силы, чтобы его физически уничтожить. Поэтому человек, обратившийся ко Христу, старался уехать из твоей местности, невозможно было. Так они защищают свою веру. В Салон 94,8 вспоминает царь пророк Давид. И говорит, сердце вашего не ожесточите, как в день искушения. И говорит, где? Искушались люди на жажде. Вот это первое. Когда камни сделают хлебами. И тут камень. Воду пришлось изводить из камня. Очень похоже. Искушались. Дух Святой ведет Иисуса, чтобы дьявол искушал. Если бы сам дьявол вел и тогда бросал, тогда понятно. И поэтому говорят, может здесь ошибка, что с большой буквы написано. Нет никакой ошибки. Дух Святой желает, чтобы мы были испытаны. Вот в чем дело. Чтобы мы были проверены. Потому что многие бегут на реставище на стадионе, но один получает награду. Многие будут в печь брошены. Но одни сгорят, а другие останутся. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Все относится к каждому из нас. И мы можем сейчас конкретно войти в эту ситуацию. Это никакая не притча. Это реальность. Притом в нашей жизни это многократно было. Настроимся на то, что Дух тоже нас ведет. Вот у пророка Даниила 12 глава 10 стих. Показывает, какой результат этого искушения. Многие очистятся, убелятся в искушении и переплавлены будут. Но у них было буквально брошено. Испытания, революция, перестройки. Вот что-то касается нас. Может быть в меньшей степени. Я до конца не знаю, что с нами будет в мае. Но мы уже подготавливаемся. Все время я сказал, о чем молиться. Готовиться. Когда собор был в Сан-Франциско, мы молились об этом. И я говорил, я на первом месте даже молюсь, чтобы Бог меня смирил. Чтобы я не забунтовал нигде. Я себе не доверяю совсем. Чтобы там все было по слову Божьей. А мне, чтобы покорить все их решения. И Господь так плавно провел. Я нигде не возмутился. Обидно было, что вели себя там неправильно. Вылавливали, не давали записывать. Но это никакого значения, в общем-то, на спасение и не имеет. Ну, не давали, да не давали. Как умели, так они и сделали. Самое главное, нигде не отошли от канонов. От Евангелия. Хотя все можно было сделать по-другому. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Христос говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Способ избежать? Молитва. Искушение подходит. Как? А будут говорить, это искушение от Господа. Молитесь. Вовремя убежать. Укрепите. Чтобы не заметили, прошли мимо. Это вот когда начинается гонение. Что будет, ты не знаешь. Да я бы так вел, да почему ты так отвечал? Я спрашивал людей, скажите, когда был суд надо мной, как я вел себя? О, мне говорят, вы так мужественно отвечали. Я говорю, а я тресся весь. У меня внутри все холодело. Я боялся, что с одной статьи переведут на другую. Одна статья от Басмана года, другая 7. А то же самое. Препишет антисоветская власть и все. Но Господь, видя мой трепет, и то, что я всегда выезжал на суд в полном посте, не пил, не ел, и Господь меня пощадил. Это нигде никак не проявилось. Я ни в чем нигде не уступил. Говорил точно по Евангелию. И Господь провел. Моего там я ничего не вижу совершенно. Почему? А Господь заранее мне показал полную мою ничтожность. Навел такой страх. В КПЗ сижу и там как батарею, стенку вырезанные места. Что это такое? Были батареи. Почему их там нет? Я задумался. И потом я узнал. Пытышные камеры. И что там делали? И как? Я представил, что сегодня-то и не пытают, и ничего этого нет. И я свидетельствую. Ну подумал, что меня в морозилке оставили 13 дней. Да не так и холодно там было. Ну допустим, до ноля только доходило. Даже не замерзало ничего. А у людей-то ведь не так было. Выкинули монахов 40. Пришли, как руки подняли, так они все замерзшие до одного и лежат. Потом рассказывает, говорит, что были наваленные как дрова. Мне было легче. И я стал молиться всем, которые там были замучены. Это искушение. Искушение. Господь говорит, бодрствуйте и молитесь. Евангелие от Луки 8.30. Во время искушения некоторые отпадают. Это говорит о том, где быстро сходит, быстро человеку верует. А потом отпадает. Испытания начались. Гонения, говорит. И человек начинает смотреть, как он проигрывает, что он имеет, за что мне эта вера дает. Да можно верить и тайна в душе. Такая вера в душе. И Евангелие веры в душе. Так его не написал никто пока. Деяние 20 главе 19 стих. Апостол Павел говорит. Я работал среди вас. И вы знаете, что искушение бывает у великих начальников. И притом бывает от самых близких людей. А тех, которые хотят пост занять, помощники самые близкие. Работал я среди искушений, приключившихся мне по зло умышлению иудеев. Иудеи это свои родные, близкие. Павел для них готов был отлучен от Христа. А они за ним гоняли 40 человек. Не пить и не ест, только и убить. Так это мы знаем. Они как в городе его вылавливали. Как по корзинке в корзинке спустили. По зло умышлению иудеев. Искушение было. Да, это божественное было. И что он проклял их? Нет, конечно. Он молился, он плакал о них. Какая же у него любовь была? У многих искушение, неправильная любовь к своему народу, к своей нации. Не скажи, не задень. А мне вот, я слышу, русский народ запился. Меня это никак не трогает. Я говорю, да, так. Да ваш народ русский. Я ответил, что он пьяный одна, бездарный. Я говорю, да, так и есть. Спились, потому что от Бога. Меня это нисколько не трогает. Это совершенно справедливо. И меня упрекали южные народы, где я в лагере был. Да вас ворью одно. У нас тут все бросили же, а вы бороете друг у друга на полях и все. Да, ворью. Вы согласны, конечно. Меня это нисколько не трогает. Но когда я смотрю в слово Божие, Господь говорит, все совратились. Все до единого. Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. А в это никто, конечно, входим мы, не знающий Бога. А когда узнал Бога, теперь все под контроль Духа Святого. Что не знаешь перед Богом? Ночью внезапно проснулся и показалось, что-то упало. Глаза открылась. Да ничто не упало. Ангел будет. Скорее на молитву. Господь очень тихим, нежным веянием ветра побуждает человека и приближает к себе. Павел говорит, я работал среди искушений. Ну и что, он перестал? Да нет, конечно. Его однажды евреи так подставили, чуть не лишили жизни. А это означает, может быть, половину посланий мы бы не получили. Да вот у нас евреи, они обед взяли, надо остричься, ведь знали, что его ненавидят своих. А ты покажи, что тебе не против закона. И он пошел, пошел, арестовали его. Его едва не убили. Да ладно, римские воины уже налетели. Тысяченачальник тут его спасли и дальше уже до Кесаря пошелся. Свои. Свои христиане его подставили. Но видите, трудно за ним гоняются. Ну маленько, то есть для вас дорог человек, сохраните его. Подумайте. Молитесь все время об этом месте, где мы молимся. Может быть, замысл уже есть какие. Ложисься спать и думай, Господи. А поджечься так легко. Вчера передают, он в Астрахани, 50 домов в центре города. Которая считается старинными домами. Подряды жгут и жгут, и ничего не могут не поймать, ничего сделать. Молиться надо. Это искушение. И как блажен, кто переносит эти искушения. Вот мы считаем. Яков говорит, блажен, кто переносит искушения. Один, два. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Не свои греховные. Это, конечно, болезнь и гонение. Это надо принимать с великой радостью. Так ли мы принимаем? Ой, давление подскочило. Все. Все уже знают, беда у меня. Диабет. Что-то там не так кольнуло, не в том. Да как вылечиться? Да не об этом думать надо. Я знал человека, который болел, и смотрит всегда, анатомия была в восьмом классе или где изучать. Я говорю, зачем? Ну, узнать, что там болит. А что не делала? Ничего не делала. Ничего. Одно платье постирает. Как бы успела высохнуть, чтобы одеть к вишнам на службу пойти. А человек занимал пост при партии. Вот так поняла, и так она служила в памяти, и так и осталась раба Божия Варвара. Она все положила для Господа. Она ничто не считала за искушением. У меня так сегодня болело. Как хорошо. Я всю ночь не спала. Я так Богославила. Сама маленькая, но буквально светилась, а наполнена этим счастьем была. Во втором послании Петр говорит 2,9. Господь знает, как избавлять от искушения боящихся Господа и благочестивых. Он знает, а я никак не могу знать. Как можно выйти из этого искушения, какое грядет на всю вселенную, когда будет такое гонение. Может эпидемия какая-то, не знаю. Есть люди, которые работали с прокаженными, работал, говорит, 13 лет, а потом сам заразился и умер. 1 Коринфян 10,13. Господь посылает вам искушение не иное, как человеческое. И всегда нужно так и говорить. А у меня болезнь человеческая. Мы не знаем муки Христа, принимаемые за всех людей. А у меня обжег. Что-то сделали. Это все гонение, потеря. Это от Господа. Поношение какое. Поношение может и сегодня быть. Поношение от властей, от церковных. Я вот думаю об этом постоянно и молюсь уже. На нас будет большое давление. Так просто оставить, что у нас написано, что идет абсолютно против течения. Мы новое течение создаем против. Все возвращать к апостольским временам. Такого никогда не было. Я ни в житиях нигде не находил. Или полностью принимают, значит ты свой. А тут нас все еще считают своими, когда мы давно уже не свои. Мы настолько чужие в православии, что великая милость Господа нас сохраняет. И приезжал сюда священник, пап Геннадий, вас спасает тогда еще, когда ни одной книги не было. То, что очень далеко от центра. А тем более сейчас вот такое у них неспокойное состояние, не до нас просто. Надо молиться, чтобы продлилось это. Потому что даже в этой стадии нам еще епископ может сделать большую неприятность. Потом выправлять все это. И молиться за всех. Вот вчера передали по телевизору, местный епископ Максим попал в аварию. Какая она, не знаем. Сразу на молитву становитесь. А какая молитва? Господи. Не забери его из жизни без покаяния. Он много натворил дел здесь. После него, если настоящий епископ придет, ему разгребать придется 50 лет здесь. Настолько все разрушенное, разбито в людях. Один только вот эти хождения, кругами водит людей. Он Бога совершенно не знал, этот человек. И он тем более требует, чтобы за него молились. Он не знает. Я уже с кем только не разговаривал. Ну хоть маленько проверяйте вы или нет. Никак только страх перед ним. Он нагнал о них страх, убирает, снимает и прочее. По Евангелию вообще сверки никакой не вел. Никогда и нигде. Но Бог как-то милует, молимся. Он в печати против меня ни разу не выступил. Нигде. Травит. В частном порядке. Килейно. Во время ипорекальных собраний. Все время, говорит, ни одного еще не было. Не началось. И не закончилось, чтобы он вас не поминал. Против. Но Бог милует. И поэтому мы должны Богу благодарны быть, что ему Бог дает благоразумие. Хотя бы вот в этой стадии. Потому что мы-то тоже не безгрешны перед ним. Так я его сколько раз надевал. Да никак-то, а в книгах. Так что я-то, может, виновен, а перед ним больше, если по мерзким меркам-то взять. Серах 3.1. Если ты приступаешь служить Господу, запомните, то приготовь душу твою к искушениям. Как только ты, верующий, стал так приготовиться. Родные, близкие, понимать не будут, гнать, обзывать. Ты сумасшедший, неправильный. Это все перенести надо. Почему? Это хорошо. И Господа считали, что силой князя Бесовского, вышел из себя. Как только похоже, так моя нога точно в свет Господень вступает. Благодарю тебя, Господи. Хоть несколько шагов пройти точно по твоим кровавым ступням. Я вижу, так с тобой поступали. Родные братья не верили в него, написано. Иви себя народу, говорили. Это потом они обратились. Серах 34.1. Боящимися Господа, боящемуся, не приключится зла. На его искушении избавит его Господь. То есть разные беды бывают, и Господь как-то избавит. Вы стараетесь это помнить, другим рассказать. Мне иногда говорят, ну вот так рассказывайте о себе. А почему же я не должен рассказать? Апостол Павел не боялся своих милостей. Гидеон не боялся. И Евпаев об этом говорил. Почему мне не рассказать? Меня с ножами захватывали несколько раз. И каждый раз находились люди среди тех, которых я спасал. Чудо Божье. Набросились с ножами, а я иду в это время как раз две собаки у меня ученые. И я отбил их. И в скором времени тех, которых я отбил, а он сам-то не лучи их, у них там какие-то компании-то. Он сам ко мне приходит. Простите меня, а я вот против вас там где-то был. А я и не думал, что это он. Господь так делает. И не узнаешь, откуда потом придет помощь. Серах 5.19 Премудрость, если ты ищешь ее, божественную мудрость, будет мучить человека своим водительством, доколе не искусить его своими уставами. Если ты желаешь знать мудрость, ты прочитал, ну а почему так? А что это? Если так будем поступать, что это будет? Вот все эти патриотизмом давятся. Да если мы только молиться будем, а воевать не будем, не будем изучать военное дело, за нас все раздавят, тут со всех сторон на нас. А мы должны прямо им сказать. Это ни грамма не поможет. Мы знаем историю, что все войска, всего мира, бросятся на Израиль. И Бог сожжет всех. Написано, там будет Армагеддон. И мы должны сказать, куда угодно идите, туда только не ходите. Там явная смерть. Почему? Господь явит могучую десисту свою. Там Бог и Его явятся во всей славе своей. Мы Писание знаем. Если ты думаешь уже Богу служить, то премудрость тебя начнет водить и мучить, показывать, испытывать. Матфея 4.3. И приступил к нему Искуситель. А зачем ему нужен дьявол? А в первую очередь он ничего не знает. Он не знает, чем это кончится. У меня большая забота о нашей молодежи. Дьявол очень подступает. Очень. Он в таком виде явится, какой образ ты и нарисовал. Он кучерявый придет, со званиями разными, с должностью, с квартирой. Главное, с квартирой. И ты даже не увидишь и не узнаешь, что у него копыта. Ты молись Богу и не делай ни одного шага, не посоветовавшись с ближнему церковью. Иначе помощи тебе не будет. И как правило, такие люди попадают, сатана отнимает веру, а я на себя одну руку наложу. А он-то этого как раз и хотел. Ну ты молись, проси у Бога силы. Откуда ты знаешь, тебе надо выходить замуж или не надо? Надо жениться. Ты этого не знаешь. Ты выпросил у Бога ответ. Не искушайся тем. Сатана искушает и очень сильно. На этом погибли многие-многие и конца нет. Попавших в эти грехи сети нет числа. 1 Фессалоникийцам 3.5 Послал узнать друга своего о вере вашей. Павел так заботился о городе Салуни. Чтобы как не искусил вас искуситель и не сделал тщетным наш труд. Я вам проповедовал. Я вам проповедовал. Вы обратились. На стальны были в вере. А теперь я ушел, вы остались одни. А тут разные учителя приходят со всех сторон. Они будут учить по-другому. В первую очередь авторитет учителя не сложить. Это у нас все может быть. И Павел посылает то Иппопрадита, то Тита, то Тимофея узнать. Искуситель вас не искусил там. А какой Павел искуситель? Лживые учителя. Которые ничего не сделали. На готовом пытаются башню построить. Вы мои дети. Я вас обратил к Господу. Говорит. А эти кто? У вас могут быть начальников тысячи. Они старались не испровергнуть его авторитет. И считаем в Откровении 2.10. Вот, дьявол будет вергать вас в темнице, чтобы искусить вас. Кто вергает? Дьявол. А для чего? Испытать. А святые так его повергали, что показан такие, как Агапия. А она его била той цепью, которая на руке у ней привязана была. И как будто он какой-то ворон, который крылья отбитые взяла его и бросила в мусор. Как дьявол может? Не знаю, но это буквально так и написано. И показано было. Он иногда принимает определенный вид. В 1 Тимофея 6.9. Апостол Павел показывает большую яму, куда многих дьявол сталкивает. Надо проверить, не гонит ли меня туда дьявол. Желающий обогащаться впадает в искушение и в дьявольскую сеть. А ты давай, как нам потерявки, говори, давайте мы тут сделаем, будем выращивать водка, гнать, все, и вы сразу разбогатеете, дороги построите. Мы на это не пошли. А сколько дьявол так показывает? А давай вот этот бизнесмен, там выйди замуж, разбогатеешь, жена миллиардера, будешь олигарха, ничего не будет, кроме праха. Все развеет сатана. Ты душу погубишь. Желающий обогатеться впадает в сеть. И это запомни. И в искушение. Деяние 5 глава 9 стих показывает, как это случается. Даже своими деньгами распорядиться некоторые не умеют. И особенно страшна христианская ложь. И Петр сказал, что это вы согласились искусить Духа Святого и скрыть свои деньги, вы знаете как. И пала Наня, бездыханная, и вынесли его, и похоронили. Приходит жена, ничего не знающая, но они уже сговорились, даже допрос с пристрастием. И тогда не сознавайте. Скажем, что так. А чего проще-то было сказать, действительно так. Мы живем одинокие, детей нет, нам надо думать как, сейчас он ЖКХ, какие нормы, сколько платить надо. Поэтому мы отложили там 50 тысяч, чтобы нам хватило-то. И Петр бы еще сказал, бросьте квартиру, нет. Главное, что солгали. Это наши законные деньги, да мы можем вообще и не давать. Это не десятина. Десятина обязательно. А остальное, кто щедро сеет, тот щедро пожрет. А кто скупо, значит, отсюда вывод, что можно скупо. Зачем же они это сделали? Мы бы сейчас увидели, мы бы заплакали, глядя на них. Ведь они жили в доставке, у них все было, свое имение. И как они разговаривали, и не вышли из церкви, не хлопнули дверью, а согласились. Мы немножко только скроем, и что из этого получилось? Оказывается, Дух Святой присутствует с верующими людьми, и когда ты верующему говоришь неправду, обманываешь, ты солгал Духу Святому. Приучайте детей, ближних, никогда, нигде, никак не лгать. Маленькая ложь это от дьявола. Это уже дьявол в рот залез. Не скушайся этим. Так а если я скажу правду, а что будет? Я не знаю, что будет, я знаю, что там будет Христос. Абсолютно точно. А без Христа даже ты будешь убить выгоду, ты погибнешь. В дальнейшем это все, что останется, все это имеет нагар лжи. Это от дьявола. Итак, к Иисусу подходит дьявол, а Дух Святой, как за каждым человеком наблюдает, выдержит или не выдержит? Выдержит. Если ты знаешь Писание. Знал ли Христос Писание? О нем говорили, как он знает Писание, не учившись. Что бы у тебя ни было, кто бы тебе ни подошел, искушений будет очень много. Вот сейчас о военной службе, идти, не идти, работать, не работать, воскресные дни. А ты посмотри как. Чтущий субботу получает то-то, то-то. А не чтущий субботу, кто он перед Богом? Любое дело, о котором мы сегодня говорим, ты его взвесь. А не искушай тебя сатана, у тебя большой оклад, у тебя большая премиальная, а ты вот это сделай. Итак, на все отвечай, написано. А чтобы сказать написано, это написано надо каждый день считать. Аминь. Аминь. Аминь.